Давай Не чеши себя по спине, тем более в сердце Сегодня сыро, можно потише бежать и упасть чтобы Господи, слава тебе Отче всех на тебя, Господи, уповай Ты даешь им пищевого благовремя И отверзаешь, и ты щедро рукой твоей Исполняй всякое животное благоволение Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови И освяти дары, посылаемые тобой словом истинной молитвы Прибудь с нами Слава тебе за прошедший день За обилие твоих благодеяний и милости Напоминание о вечности Какой прекрасный мир ты сотворил и подарил человеку Чтобы он был хозяином в нем Поступал во всем благоразумно Благослови путешествующего Романа Болящих, заповедовавших нам молиться Рожение свою Екатерину благослови и сохрани Утешь Наталью Тебе слава за все, Отечественный Святой Дух Аминь У нас есть кое-что новое сегодня Попрошу пройти Валентину сюда Я правильно назвал, ты Валентина Сергеевна? Да Это вот наша насельница, которая Сколько ты раз у нас была в лагере? Семь Семь лет? Семь лет Прислав себе Вот я вам говорил, когда брали ягоды У нас чемпионка была в Росе Набрала кружек В те годы была чемпионка она Я теперь не знаю, кто из вас лучше берет Я не видел, как берет Ее баба Нина с собой всегда брала Что значит, когда старики вместе живут с детьми? Это очень важно Сколько, Алешки-то? Четыре месяца Не урони, держи Четыре месяца Вот Где живешь теперь? В Хабаровске В Хабаровске Город такой на востоке И вот оттуда нашел нашу Валю и утащили Ну что сделаешь? За хорошим товаром можно за океан съездить Мы просим, чтобы она приходила Будет здесь неделю Так что ее примите Остальных ты узнаешь как звать Это вот близняшки двое Видишь какие там Это их сестренка Врут не брать ничего А там стоят двое Два брата Акробата Задние Впереди Вот они Вот Андрюша стоит Написанный синий Пятеро Ты что-то нам Хочешь сказать Может быть Наставление дать Какое-нибудь Да не знаю Пока еще только пришла Посмотрим Ну ладно Значит эти дни Ты приходи в любое время И у нас будешь завтракать И обедать И ужинать Что-то где-то за детьми посмотришь Нам это не лишнее Нам это не лишнее И она бы была здесь И она как насельница Только явилась И мы ее прописывать не будем Потому что у нас разрешается быть Вместе с детьми Родители Кому меньше семи лет Ну Алешке меньше семи лет же Ну поэтому с ним Ну ты знаешь что До кистей руки закрыты Грудь вообще должна быть закрыта Чтобы не видно было Так что ты оденься по-христиански Это не христианское день Ну и с Богом Благодарю Все Так Ну у меня щетка считает Пупков Сергей Павлович Просчитает он один документ Слушайте внимательно Чтобы он не отсвечивал Я ему дам считать На Считай А ты подойди и снимай здесь его Угу Он такой же Громко, щетко, ясно Слушайте Третье Ю Для 2016 Год Поселок Потеряевка Протокол номер 51 Собрание деревенской общины Поселка Потеряевка Присутствует 8 человек Повестка Избрание Воспитателей В лагерь Стан Поселка Потеряевка Начальник Лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович Телефон 961 230 70 60 Сообщил Что ему Пришло Распоряжение о том Что 5 июля 2016 Года Будет Внеплановая Проверка Лагеря То, что он Начальник лагеря Принято на собрании Крестоводвиженской общины Города Барнаула В В 2016 В 2016 году Лагеря исполнилось 44 года И Лапкин Игнатий Тихонович Является его основателем И бессменным руководителем За прошедшие годы Не было ни одного случая Повреждения Отравления Гибели Детей Савченко Виктор Николаевич 5 апреля 73 Года рождения Телефон 961 Ну да, понятно Такой-то, такой-то Прописан в Потеряевке Является Старшим Воспитателем Лагеря Стана С 1997 Года Пащенко Владимир Александрович 78 Года рождения Прописан в Потеряевке Является Временно Исполняющим Обязанности Старшего Воспитателя С 2015 Года Игнатий Тихонович Предложил Утвердить Следующие Кандидатуры В качестве Воспитателей 1. Колесников Никита Андреевич 88 Года рождения Прописан Потеряевка 2. 2. Пупков Сергей Павлович 71 Года рождения Прописан Барнаул Горноалтайская 21 355 3. Загуляева Галина Александровна 80 Года рождения Прописана в Барнауле 4. Тинникова Екатерина Станиславовна Прописана в городе Абакане За данные кандидатуры проголосовали Единогласно Обязанность Воспитателей Сохранность И защита Детей Цель Лагеря Стана 1. Жизнь По евангельским Заповедям Спасение Вечной Души 2. Временно Создавать 100% А, всемерно Создавать 100% Защищенность Детей От Любого Насилия Друг против друга Обзывания Драки 3. Достойно Провести Время Летних Каникул Здоровыми И довольными Возвратиться Домой Староста Поселка Потеряевка Барабаш Начальник Лагеря Стана Лапкин И Секретарь Барабаш Елена Анатольевна Ну вот Такой Документ А там еще Приняли Если До дела Дойдет Мы Завтра Мы уже Представим Дальше Было Сегодня Такое Удивительное Нарушение Которого у меня не было еще ни разу Один мальчик Во время занятий Взял землю И положил на стол Это вещь неслыханная для нас Но я потом постарался узнать Кто это взял Посадил их на то место Где он сидел Как брал земли Он положил Для чего положил Молчит Кое-кое как добился За каждое что я спрашиваю Ты не отвечаешь За это будешь наказан Запомни это Опусти руки по швампу Это везде и всюду Ты должен отвечать будешь В тюрьме В армии Монастыре Надулся Это тебе нисколько не поможет Наказание будет только суровее Для чего Наконец Для того чтобы сдуть Сначала положить А потом сдуть Я говорю дунь Он как дунул Пыль еще поднялась Он скрылся Мы тоже пыль любили Веточку вот такую Отрежешь Вскнешь Шкурку снимешь Веточку привяжешь И за шею ее Вот так вот Между ног А потом бежишь как конь И ногами Пыль задеваешь И пыль идет Но она пыль то позади Не за столом На дороге Значит Тараси Рядом с ним Глядами Тоже начал подскребать Пыль Но только не наверх А вроде тетрадку положил На скамейку Я правильно понял? Да Значит им наказание Каждый день В течение недели Три раза в день Перед обедом Этот на стол положил Стол мыть А этот скамейку мыть Три раза в день Это за то что положили пыль Не на подобное место Второе Ему нравится дуть Но надо удовлетворить Я поэтому Дал лопату Там лопата стоит Он будет у меня Каждый день В течение недели Вот здесь сходить Крапиву выковыривать А там сухая земля С собой у него чурочка На нее будет ложить и дуть И он надуется сколько ему надо Вот и все И вот тут и будет Пузырь говорится На щеках Поняли? Да Поэтому не смеяться Ничего нельзя Кто вздумает смеяться Он будет точно так же наказан Рядом будет на другом пеньке Дуть целую неделю Ну давай Когда мы пилили Но это было недавно Я Егора обозвал за то что он У меня кинул дровишку Ничего себе Да как же это можно Да дровишку тянул Он не знает Первый день Ему надо подсказать Он еще никогда не пилил Он пилу может быть не видал Ты поступил неправильно А как ты его обозвал? Я уже не помню Бомжом Бомжом Есть такой святой Григорий Низкий Низкий Григорий Брат Василия Великого Там упало что-то Посмотри И он говорит Слово обретает плоть Ты сказал Оно уже записано Ангел записал Или лукавый демон И когда умирать будем Он развернет там свою хартию И покажет Ты Тараси делал А этот Был патриарх Тараси Демоны окружили его Постель Когда он умирал Одр болящего там И говорят Вот ты то делал Ты обозвал все Он говорит Все вы лжете Ничего этого не было А мы то ведь так сказать не сможем Мы только голову опустим Только кровь Христа Спасителя нашего Текущей из его пронзенных рук Может нас освободить Одна молодая девушка умирала И тоже кого-то обзывала Кому-то что-то там не додала Держи ее чтобы она не рухнула Монка держись Сейчас поешь И вдруг открывается комната Входит человек в черном одеянии Весь глаза как огонь Подошел Разворачивает книгу И говорит Вот тогда ты это делала Вот тогда ты делала Вот это делала И она знает что там делала И в это время видит комната осветилась Входит другой в белой одежде Положил руку на эту книгу И отнял ее А она глядит А рука у него пробитая И говорит Где написано Дьявол листает Ничего нету чистое Это видение такое было Кровь Христа смыла все грехи Мы должны надеяться на Бога Понял Проси у Бога прощения Подойди у Егора Попроси прощения Мы сегодня подготавливали это место Где приедут Я такой репей густой Кажется давно не видал Вот так вот рукой Вершину достать не могу Зайти невозможно Ты видел какие кущи там наворочены Ну пойдете мимо этого домика Первого как в храм идти И вы увидите Ну и практически закончили Освободили колодец Другое Я гляжу железка Андрюша выскакивает с железкой Иди-ка сюда дружок От чего эта железка Ты не знаешь Она от тенниса Зачем ты ее вытащил Я нашел ее на полу А? Я нашел ее на полу Где ты ее нашел? В уговой Где? В комнате отдыха Ну еще У тебя карманы есть? Нету Ну покажи где карманы Нету Нету Вот тут и оно Почему карманов у него нету? Я говорил сколько Просят и отвечаешь за всех Пришить карманы Сегодня пришить Глубокие карманы Вот так вот Чтобы карман был Там платочек Это у меня нательный Настоящий У Степы хорошие карманы Смотри как они сверху С застежками Выйди сюда Степа Посмотри Вон как Маус Зе Дун Замечательно У Сталина были хорошие карманы Вот так В этом игровом зале Там много что лежит Ты ничего не должен трогать Никто ничего не должен трогать Пришли поиграли Теперь Вот эта доска На нее не садится Не ложится Не дергается Она будет повреждена Играть будет негде А не так Он лезет Уже залез А ты стоишь Немедленно сдерни его И выгони оттуда Он нарушитель Приди к старшему и скажи Понятно? Это для вас сделано Так Кто сегодня зелень привез? Говорят Виталий, от кого ты взял зелень эту? А я купаться ходил И это С огородчиком он привез С нашего С нашего Ну надо Если только Он не переросший А то можно пойти у Надежды Васильевны И спросить Чтобы лук был сигнал В запасе лежал Галя Да Чтобы в запасе в холодильнике лежал лук И чеснок Когда я зелень готовлю Чтобы мне дали Все за стол Ну у кого нету платочка? Бегом до конца Вылазь Есть Геннадий Иванович Кирилл что-то хочет сказать Ну давай сюда У нас оказались тут Сахар Ну и давай Еще ты хочешь сказать? Поставь ноги-то вместе У нас оказались тут Сладкоежки Сахар кто-то ест у нас Что ест? Сахар Как это может быть? А где сахар? В комнате отдыха В комнате отдыха В комнате отдыха Открытый сахар был И там дырка была Ну а то все Дырка Смотреть надо знать Вы что просыпались наверное? Нет Кто-то ел прям Прям на полу везде было Сахар? Да Ну то вообще никуда Мыши его не едят У нас кошки ходят Я ничего не могу ответить У меня рыжая нашлась Пришла И судя по всему У них последние дни беременности Она была к породистому отвезенному мужу Кому нужен будет котята от нее? Я могу оставить Ты попроси сначала маму Разрешить? Нет Котята очень хорошие Лобливые Нет Красавца Пушистая Белая С красными ушками Ну а кому еще надо? Нет А мама разрешит? Конечно Конечно Котят я может привезу И там уже возьмете Чтобы они выросли с матерью Ну нет Они еще здесь Я сахар на пекарню перенесу тогда А? На пекарню сахар уберу тогда На пекарню поставлю здесь и все Убери С чего? Сахар Сахар уберу А кто сахар трогал? Не 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 Я не ела Еще 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 Можно попросить деревенских сходить и попросить их на футбол прийти сыхать? Нет Попросить никогда не будем Никогда Все А еще на Степу тут обзывается, на меня обзывался, еще на кого-то. Степа? Ну сейчас домой потащу опять. Ему не имется. Ну-ка иди сюда. Ты обзывал его? Я не ябеда. Ну как ты обзывал? Я не ябеда. Я одного больше не будет. Не помню. Ябедничать это. Тебя драть надо каждый день. Зачем ты это делаешь? Я давно обзывала. Ну он на меня ябедничает. Иди. У тебя живого места, говорится, нет. Иди. Все. Так. Это еще получается. Увидели, что сахар есть, надо лезть. Это воровство называется. А ворам руки рубят в Йемене, в Саудовской Аравии. Ты два раза не будешь. Так. Ты тоже попался? Сахару надо. Так. Насыпать им сегодня по стакану по полному. Вот такое наказание, чтобы вечером они вот съели этот сахар. Небольшой стакан, может быть, насыпать. Соль брали. Ты понял? Нет. Но больше не воруйте. Четыре стакана отсыпать. Насыпать им прямо в компот или куда там. В чашку. Сстановитесь. Это за счет кого-то вы будете брать. Другим, тогда следующим уже не достанется. Ты не понимаешь, что жизнь тебя научит. Так. Вопросов больше нет. За стол. По точки. Давайте, садитесь. Дом меня есть. Мне нельзя показывать. Давай. Так. Валя. За стол. Дайте я одеться. Как помолились. Кто сейчас разговаривал? Вылезьте оттуда. Кто разговаривал? Встаньте сюда. У нас еще суп надо переставить сюда. Вы будете стоять в этом месте. Вместо обеда. Да, говори. Это вы хорошо знаете. Сели в рот только для еды. Пряники другое не трогать, пока не будет компот. Не прикасаться даже. Ни к печенью, ни к пряникам. Так, подожди. Не кроши хлеб. Не торопись. Сейчас подадут. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Так, проходите. Кого-то я не вижу. Ну, все, Наталья, садись. Сегодня день до нас был непростой. Вы увидите, когда пойдете мимо, сколько мы рыбья вырубили. Так, ничего не трогай пока. Спокойно сиди. За обзывание будешь наказан. Я разберусь с этим. Никому ни слова не говори. Зачем ты губишь свой язык и душу свою? Тебя бить будут. А то тебя здесь защищаем еще. В другом месте по зубам сразу будешь. Ты кровь глотать будешь. Все время. Зубы будешь держать в кармане. Тебя выбьют и сразу. В другом лагере за слово тебе сразу звезданут кулаком. Тебя даром это не провел. В другом месте тебя Господь найдет. Что такое горящий, почему? Кольца обжигает. С компотом будьте аккуратны. Так, я говорил, кищение только в конце, когда уже первое, второе съедите. Рыбу больше нет? Нет. Чего? Ну туда отнеси в коробочку. Все, садись в коробочку. Кружу накалом. Добрый день. Садись в коробочку. И вам.